Недобросовестные производители подмешивают в молоко соду, борную кислоту и даже гипс. Такие данные привел Россельхознадзор. Между тем, министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил сегодня, что доля фальсификата на российском рынке ничтожна, а более 90% молочной продукции соответствует ГОСТу. В проблеме качества молока разбиралась Наталья Семенихина. Вот они те, кто пьет молоко. Самое, что не есть натуральное, прямо из-под коровы. Анна и Владимир ради этого коров-то и завели. Теперь и себе, и людям. Соседи за молоком только к ним и ходят. Сейчас мы тебя подоем и попьем молочко твое вкусненькое. Но не у всех же соседи с коровами. Зато у всех магазины под домом. Казалось бы, в чем проблема? Молоко с завода, оно же еще и проверено. Пастеризованное, чаще даже стерилизованное. Точно без вредных бактерий. Одно но. Говорят, не все то молоко, что так называется. Кроме воды, в молоко подмешивают крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную или салициловую кислоту и даже гипс. Все это делается для фальсификации или для предохранения от быстрого скисания. В действительности, применение этих добавок не предохраняет молоко от скисания. И, что самое главное, часто приводит к пищевым отравлениям. Приемы фальсификации молока за последние 2-3 года практически не изменились. Эта новость от Россельхознадзоров взбудоражила производителей молока. Ни растительные жиры, ни соевый белок, а о них в сообщении ведомства тоже упоминается, не задели. Есть такой грех. 10% молочной продукции, это официальные данные, действительно фальсифицированы. В лидерах сливочное масло и сыр. Спредом и сырным продуктом надо бы назвать каждую десятую упаковку и цену, конечно же, снизить. А вот молоко и кефир по статистике реже подделывают. Из-за гипса и мела вообще целый спор вышел. Что касается той проблематики, которая была обозначена Россельхознадзором, то, конечно, она вызывает сильное удивление, как с точки зрения профессионального сообщества, так и с точки зрения просто обывателя, который хоть чуть-чуть понимает в вопросах химии. То есть мы прекрасно понимаем, что мел, например, не растворяется в воде. Мы прекрасно понимаем, что гипс затвердевает при повышении температуры. И поэтому всерьез говорить о том, что в молоке может быть гипс или мел, в моем понимании, это даже не заслуживает комментариев. Проблема в самих производителях, которые прекрасно знают, что они, мягко говоря, подмешивают свою продукцию. Естественно, та активная реакция, которую мы сегодня видим и от определенных ассоциаций на базе «Союзмолока» либо каких-то других, это, к сожалению, нежелание на сегодняшний день навести порядок на российском молочном рынке. Досталось от Ростельхоза и белорусам за сухое молоко, не соответствующее стандартам. Пригрозили даже запретом на ввоз. В профильном министерстве, правда, потом поправили. Недостатки по отдельным предприятиям молочные реки поворачивать вспять никто не собирается. А вот с отечественными производителями разговор будет серьезный. Те, кто молоко не разбавляет, предлагают вообще резко поднять штрафы за обман и публиковать черные списки, чтобы потребители знали, что не брать. У Ростельхоза на сайте пока только список белый, точнее трехцветный. Те, что зеленым, многократно проверены предприятия и претензий к ним нет. А вот общественные организации на своих сайтах называют фальсификаторов. На независимую экспертизу идут и дорогие продукты, и подешевле. Цена, оказывается, не гарантирует качество. Нарушения разной тяжести находят чуть ли не в каждой второй молочной упаковке. То, что нас сейчас кошмарят в СМИ, да, ни гипса, ни мыла, ничего другого не было найдено. Максимум, что было найдено в молоке, это консерванты. В других видах продукции, там в твороге, например, был найден крахмал, естественно, растительные жиры. В сыре, масле тоже растительные жиры, но наш любимое пальмовое масло. А в сметане стабилизаторы, которые запрещены техническим регламентом. Молоко, если оно хорошее, то есть будет глянцевая поверхность без хлопки. В общем, купили? Оцените. Не просто нравится, не нравится, хотя бы по пятибальной шкале. И на вкус, и на цвет, чтобы уж не сомневаться в словах производителей, что ничего, кроме молока, в молоке быть не может. Потому что не может быть априори.